Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня у нас не одна новость, а целых две. И обе новости касаются операционной системы Windows 10. Наверняка вы уже слышали, что в Windows 10 можно отложить установку обновлений. Дело в том, что это касается не всех редакций. Точнее, касалось. Самые привлекательные возможности получили корпоративные пользователи. Там можно отложить обновление сроком до 35 дней. Но вы не спешите обновляться до корпоративной версии. Дело в том, что Microsoft сподобились. И в скором времени в Windows 10 19 H1 появится возможность в обычной Home версии откладывать установку обновлений на целых 7 дней. Конечно, скромненько, но, видимо, Microsoft считает, что недели достаточно для обычных простых рядовых пользователей. Ну, как говорится, спасибо хоть за это. А вот следующая новость особо мне будет доставлять. Новость называется так. Для Windows 10 готовится поддержка изображений в формате RAW. Большой процент юзеров пропустит эту новость и скажет, «Блин, хрень какая-то, она меня вообще не касается, она мне неинтересна». Что такое RAW? RAW в переводе «сырой», «сырой формат». В пример, есть у вас фотоаппарат. Неважно, просто компакт, беззеркалка, зеркалка. Если вы фотографируете и у вас в настройках стоит на выходе фото в формате JPEG, фотографии сразу же доступны для просмотра. Если у вас, допустим, в настройках камеры стоит RAW во многих операционных системах, но мы сейчас говорим про Windows, если вы подключите через кабель фотоаппарат, вы не сможете просмотреть эти изображения. Для просмотра вам нужен будет или фотошоп с какими-то плагинами, или же Lightroom. Зачем нужен вообще этот сырой формат? Когда вы фотографируете, изображение проходит обработку и после обработки формируется JPEG. Дело в том, что машина может ошибаться и очень часто обработка происходит с какими-то ошибками. А могут быть или какие-то артефакты, засветы, то есть какие-то проблемы с экспозицией. И на выходе вот этот JPEG файлик потом очень плохо поддается обработке. После повторной обработки, к примеру, фото в формате JPEG, качество может значительно упасть. Но если вы начинаете обрабатывать через тот же самый Lightroom изображение в формате RAW, оно же сырое изображение, которое в принципе никакую обработку не проходило, у вас гораздо больше получается возможностей. И вы можете поправить изображение без потери качества. И потом же все это дело превратить в JPEG. Например, я фотолюбитель, и я уже в течение двух лет снимаю только в RAW. И вообще рекомендую, если у вас в ваших камерах есть возможность снимать в RAW, обязательно попробуйте. Например, в современных камерах есть возможность снимать как в RAW, так сразу и в JPEG. Потом вы возьмете RAW, возьмете JPEG и попробуйте все это дело обработать, и вы увидите, что я был прав. Так вот, товарищи, теперь Windows 10 будет позволять просматривать такие файлы без стороннего программного обеспечения. Просто через программу фотографии. Ну, как и в предыдущей новости, все это дело появится в Windows 1903, то есть Windows 19H1. Пока эта фишка доступна в предварительной сборке инсайдерской 18310. Вот такие вот были новости. Всем спасибо за внимание. Всем прекрасного дня.